Притяжение красоты. Название интригующее, как и сама выставка. Посвящена она мастеру живописи Аркадию Пластову. В выставочном зале и картинной галереи представлены произведения художников, которые чтят и продолжают традиции Аркадия Александровича, но при этом идут по индивидуальной творческой стезе. Ты видишь что-то красивое, и тебя это захватывает. Берешь мотив какой-то, то есть пытаешься передать эту красоту, которую, да, створил высшая сила, там как угодно можно называть, вот. И пытаешься уподобиться, так сказать, приблизиться к идеалу. Понятно, что он недостижим, но все художники к этому стремятся. Стремление к идеалу Антон Костин продемонстрировал в своей гурзувской работе «Камни». Написанная в бухте Чехова, она, несмотря на небольшие параметры, фокусирует взгляд и погружает в свою атмосферу. Музей Пластова презентовал под своей крышей экспозицию искусно подобранных разножанровых работ, расположение которых имеет особое значение. Можно делать экспозицию, одна работа, соседнюю работу может убить. Есть камерная работа, а есть очень яркая работа, но рядом они не живут. Я в разных залах сделал разные настроения. Здесь есть краски яркие, но они не так звучат, как Аркадий Александрович, потому что там в других залах есть более яркие краски, но они здесь бы не так бы прозвучали, они живут там, в тех залах. Звучащие краски народного художника Пластова сегодня, как и в далекие советские годы, объединяют ценителей искусства. Как художников, так и зрителей. Первые стараются уподобиться его реалистичной манере, вторые просто созерцают. У нас в художнике есть такой термин – переплюнуть. Его не переплюнешь, потому что я его сравниваю с такими величинами, как Суриков, Репин. На одну доску ставлю однозначно. В экспозиции – лучшие из художественных творений современных мастеров регионального изобразительного искусства, полотна которых погружают зрителя в свои краски и дают возможность увидеть в их слиянии живописные истории. Выставка будет работать до конца февраля каждый день, кроме понедельника и вторника.